Трудные места писания с библейским порталом Акзегет. Вот такое маленькое, но интересное наблюдение нам пишет один из наших зрителей. Растолкуйте, пожалуйста, слова из Евангелия от Иоанна, 20-17. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Это слова Господь говорит Марии Магдалине вскоре после воскресения. Что означают эти слова? Хотя в этой же главе Христос сам предлагает Фоме прикоснуться к Нему. Иоанн, 20-я глава, 27-й стих. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Я цитирую синодальный перевод. А неужели Господь уже вошел к Отцу прежде Вознесения? То есть, получается, как он то прикасайся, то не прикасайся. И вошел к Отцу, вот такая получается схема. Он встречает Марию Магдалину сразу после воскресения, говорит, «Я еще не вошел, не прикасайся». Потом вошел, теперь можно прикасаться. Где логика? Если он вошел, то как к нему прикоснешься, его уже здесь нет в телесном обличии. Слушайте, вот мы как будто думаем, что мы знаем, Иоанн знал, хотя он евангелист и знал больше нашего. Вот как устроено все после воскресения? Это же вообще колоссальная загадка. Вот у нас есть примеры воскресений в Евангелиях. Ну, самое известное воскресение Лазаря, там были и другие дочь начальника синагоги или сын вдовы. И как выглядит воскресение там? Человек жил, заболел, умер, Иисус его воскресил. После этого человек, надо полагать, выздоровев от болезни, иначе он снова умрет очень быстро, выздоровев от болезни, возвращается к той жизни, которую он вел до этой болезни. Живет со своими родными и близкими, девочка, допустим, выросла, вышла замуж, родила детей, Лазарь прожил там еще, не знаю, сколько, 20-30 лет, может, больше со своими родными. У него тоже была какая-то история жизни, после чего он умер окончательно, и на этом история заканчивается. Что происходит с Иисусом после воскресения? Ничего подобного, правда? Он не остается жить, как, между прочим, наверное, многие ожидали. Не остается жить там, где он жил, ходить с апостолами дальше по Галилее, по окрестностям Иерусалима, не приходит больше в храм. Я бы, между прочим, пришел, объяснил бы все Пилату и всем остальным, как они были глубоко неправы. Да, такой момент триумфа. Ничего этого не происходит. И вот смотрите, в общем-то, Иоанн, как и другие евангелисты, не пытается нам рассказать, будто он знает, как это тело выглядит. Он описывает моменты, когда Иисус является людям, и что между ними происходит. Больше он не говорит ничего. Он не говорит, что это тело было абсолютно таким же, каким оно было до смерти, или оно было каким-то светоносным, обладающим какими-то особыми свойствами, там что-то с ним еще происходило. Мы только видим, что он является. И смотрите, Мария Магдалина, одна из ближайших к нему людей, да, приходит к гробу, не встречает там мертвого тела, очень по этому поводу переживает, видит двух ангелов. Я пересказываю содержание предшествующих стихов, которые, собственно говоря, ничего толком ей не сообщают. Тут она оборачивается и видит Иисуса. Не сразу его узнает. Узнает его только после того, как он обращается к ней. Она, обратившись, говорит ему рвуни, что означает учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне. Вот представим себе, особенно женщину, наверное, да, но и мужчину тоже, сразу после смерти очень дорогого, очень любимого человека вдруг видит его живым. Первая реакция. Обнять. Это так, чтобы не оторвали. Правда? Вот заключить такие объятия, которые никакая сила не разорвет. Мы снова вместе. Этот родной человек снова живой. Никому не отдам, никуда не пущу. Мой. Видимо, жест был тот самый. Иисус говорит, нет, я восхожу к отцу моему и к отцу вашему. Все не так, как ты думаешь. А потом сцена с Фомой. Иисус является учеником. Но это мы читать не будем. А потом, потом Фома, которого не было с этими учениками, сомневается в этом и говорит, если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Что значит, ложу перст, ложу руки, руку мою в ребра. То есть он знает, что Иисус умер, он видел его мертвое тело. Видел раны, пробитые руки на кресте. Он видел рану на груди, большую рану, которая нанесена копьем сразу после смерти. И он говорит, ну ладно, вот что вот он воскрес после всего этого, после того, как его истерзали, убили и вы видели эти раны, не может этого быть. Я хочу в этом убедиться сам. Не просто убедиться, а ощутить эти раны. Может быть, кто-то похожий на него. Может, какое-то видение вы видели, да? Но это тело воскреснуть не могло. Оно умерло. И мы все этому очевидцы, свидетели. И тогда Иисус говорит ему, явившись ученикам, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим. Ну и дальше их диалог. И Фома сказал ему в ответ, Господь мой, Бог мой, Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, невидевший и уверовавший. Кстати, не сказано, прикоснулся Фома или нет. Похоже, что нет. То есть ему достаточно было этих слов. Но, очевидно, воскресшее тело, и для Ивана это важно, несло эти следы мучения и смерти. Какие-то они были, может быть, другие. То есть ясно, что тело человека таким, каким мы его знаем, оно с такими ранами, что называется, несовместимо. Есть такое понятие в медицине, рана несовместимая с жизнью. И человек с пробитым сердцем, которое копьем пробили, естественно, не может жить в нашем мире. То есть что это, как это было? Какое это было тело? Какое оно имело природу? Мы не знаем об этом ничего. Абсолютно ничего. И он не пытается нам это рассказать, но он рассказывает нам, что вот два жеста. Мария Магдалина, которая обняла, не пущу никуда, мой, 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 не прикасайся. Фома, который, да ну вообще, я хочу потрогать, тогда я во что-то поверю. Говорит, хочешь потрогать, потрогай. И Фома даже, кажется, не решается потрогать. А если решается, то это уже, в общем, особо ничего не значит. Дело не в прикосновении, дело в его вере. И вот хорошее, мне кажется, это сочетание. То есть Иисус остается с учениками, но как-то по-другому. И мы не очень понимаем, как. Иисус восходит к Отцу, но здесь еще не вошел. Это произойдет потом, эта сцена Вознесения, которая здесь отсутствует. И мы не знаем, мы очень многого не знаем, мы очень многого не понимаем, в честности, вот этого. А что мы можем знать, это отношение Иисуса, воскресшего с теми учениками, которые стремятся к Нему, с теми, которые по-разному, может быть, к Нему относятся и, может быть, не совпадают с его собственным желанием, с его собственным видением того, как эти отношения могут выстраиваться. Но самое главное, что их стремление уже ценно, что их стремление уже принимается им и позволяет этим ученикам оставаться с ним вместе. Ну, а подробностей мы просто не знаем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok